Восвятая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядите у гэтым выпуску. На осветлении уборочной кампании яны працавали не менш старанно, чем хлеборобы. У Минску узнагородили журналистов. Першая место на рахунку телерадиокампании Гомель. Восемьбесят гадоу без конца творчасти. Гомельский держау на областный палац творчасти детей и молоди отцветковал юбилей. Усю будзи джазу Гомеле открылась и выстава аутарских лялек. А зараз об гэтым и иншим больше подробязна. У Беларуси выборы у Мясцовой советы депутатов призначены на 18 лютого. Дата ранее пропанованная Центр выборкамам затверджена указом президента номер 410. Держорганам и иншим организациям даручена забеспечить подрыхтуку и проведение выборов. У РАД у тем лику повинен профинансовать выборчую кампанию. Вылучение кандидатов у депутаты почнется десятого снежни и протягнется амаль месяц. До инших тем. У Минску отбылося узнагароджение пераможца у республиканских творчих конкурсу на лепшее осветление у СМИ и интернет-ресурсах. Тема таки уборочная кампания «Жнево-2017» и «Хлебом-1». На урочистые мероприемства, якое проходило у Доме прессы, запросили и супрацовников телерадио кампании «Гомель». Конкурс проводился у семи номинациях. У дел им проняли больше, как 150 творчих аутарских работ. Сирот узнагародженных – пять представников Гомельской области. Наш корреспондент Вероника Ворошилина волода и подрабязностями. Дарыши, и она так сама трапила улик переможцев. Уборочная кампания – саправды горячая пора, як для аграрео, так и для журналистов. У кожного своя задача, однак нацеленная на огульный выник. Зладженная праце камбайнеру и водителям – переемность традиций семейных экипажов, ушинований передвеков. Гэтая и иншая яркие сторонки склали основу республиканского творчого конкурса на лепшее осветление у СМИ и у интернет-ресурсах тематоки уборочной кампании «Жнево-2017» и «Хлебом-1». У дел им приняли больше, как 150 аутарских работ. Организатором конкурсу выступило Министерство информации Республики Беларусь. Головные мыты и задачи – реализация державной информационной политики у развития аграрного комплекса Украины, формирование поваги до человека працы, выхование молоди на прикладе працевитости и самоотданности до своей справы. Должен отметить очень активное участие региональных средств массовой информации. За это им огромное спасибо. По-другому, думаю, и быть не могло, потому как они ближе всего находятся к человеку труда, к сельскому жителю. Широко и хорошо раскрыта тема, потому как использовались разные жанры журналистики. Журналистика факта, аналитика, интервью, комментарии. Все возможные инструменты были задействованы. Необходимо отметить, что телевизионные компании подошли к освещению этой компании очень творчески. Задействовали квадрокоптеры для съемки, чтобы показать масштабность действия. В общем-то, я думаю, что потрудились на славу точно так же, как и хлеборобы наши журналисты. Урочистые узнагороджения, переможца у республиканского творчого конкурса «Ужнево-2017» и «Хлебом-1» проходила в Минску у Доме прессы. Гоноровые дипломы со словами «Счиры», «Подяки» тут были уручены журналистам республиканских и региональных сродков массовой информации. Сирот узнагородженных – пять представников Гомельской области. Диплом первой ступени у номинации «Лепшие авторские материалы», которые вышли в эфир региональных телевизионных або радиовещальных СМИ, отримала журналист телерадиокомпании Гомель Вероника Ворошилина. Так само сирот переможцев – представники региональных выданий. Роман Котляров, газета «Дня провец», Наталья Явенко, «Червоный кастрышник», Наталья Ачека, «Хонецкие новины» и властный корреспондент по Гомельской области Другого национального телеканала Максим Вишарков. У своих авторских материалах яны мкнулися объективно и усебаково адлистровать ход, темпы и досягнение уборочной кампании, кабдонести до насельництва максимально полную картину. Хотелось бы отметить и поблагодарить СМИ за то, что вы нормально, доступно для народа освещали те, все результаты, которые, или ход полностью полевых работ, работы в сельском хозяйстве, для того, чтобы народу было доступно не только там где-то, извините, как можно сказать, определенные ситуации, где-то что-то не убрали или что-то там не сделали, а реально почему, как и что. Я думаю, что доступность информации была обеспечена. У худким часе гоноровые узнагороды на Гомельщине отримают и сами головные герои переможных публикаций и репортажов «Передовики Жнева-2017», каб засобливым натхнением и внутренним запалом протягнуть свою такую нелегкую, а ли разом с тым, вельми отказную и без перебольшения, житева необходную працу на полях родной земли. Вероника Ворошилина, Валера Игапанько, телерадуя компания «Гомель» из Минска. 80-х годов без конца творчасти. Свой юбилей отзнашил областный палац творчасти детей и молодых. Сегодня ее наличие около 130 разностайных гуртков по интересах, у которых займаются 1600 детей. У расшистости знаковые даты пройшли весело и с размахом. Дмитрий Котов протягнем. Место, где творчасть не спыняется ни наимгнение. Место, где юные же хоры нашей в области вучатся развивать свои шматгранные таленты. Для каждого из них областный палац творчасти становится дорогим и близким сердцу, а после, уже у дорослым житти, застаётся у памяти на долгие годы. Тут за все депанует доброзышливая атмосфера натхнения и захопления. Детей вучать марить и досягать поставленной меты. У палацы наличиеся зараз около 130 разностайных гуртков по интересах, где представлены абсолютно все профили детяшей творчасти. Специально до юбилея установы выхованцами были подрихтованы яркие и запоминальные концертные номеры. Юбилейная дата – подстава для подведения вынников. Левшие педагоги установы отримливают гоноровые грамоты от Министерства адекватии и Гомельского облаконкама. Сироту знагородженных и заслуженный наставник Беларуси Валентин Пакаташкен, який заявляется створальником и девушим керовником студии выявленьшего мастатства. Это творшее объединение старейшее во установе. Яною снуе уже 54 годы. За этот час больше за тысячу наученцев стали профессийными мастаками. И сейчас у ребят есть. Но это все зависит от человека. Если он поставил цель получить специальность в каком-то направлении, он безусловно будет трудиться над собой. Вы сами знаете, чем больше трудишься, значит и больше добьешься. На рахунку выхованцев областного палаца творчества детей и молодей шматликая колька спирамок на самых розных конкурсах. Без сомнений можно мерковать, что у будущей нескорбонка, узнагород и диплома у Буди пополняться новыми трофеями. Я думаю, что как и любое учреждение, наш дворец развивается вместе со страной. И запросы новые, которые сегодня диктуют нам наши родители, наши дети, мы с радостью удовлетворяем. Самое главное, чтобы наш дворец всегда был наполнен детским смехом, детскими голосами. Ну а уж выбор их кружка – это уже выбор будущего. Дмитрий Котов, Явген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Надвечайный и полномоцный посол Украины у Республицы Беларусь Игорь Кизим наведал Гомельскую область. Дипломат побывал на широку предприемства у региона, так само провел перомовы с представниками органов УЛАД и деловых колов. За ходом визиту сачил Олег Сентюроу. Знешняя гандлевая супрационница Гомельской области из Украины набирает обороты. В минулом году темп росту 128%, по выниках 9 месяцев этого года уже 145. Улику экспортеров больше 100 предприемств региона. Сирот лидеров – Гомельские химичные и Мазельские нафтоперепроцовщие заводы. Доля акционерных отворительств Гомельсиньмаш больше степлая, тому поширение связи с украинскими регионами для машинобудовников задачи актуальны. Зараз пропорционируется махтимость творения на базе Херсонского машинобудовничьего завода совместной вытворчести по сборству техники Полесия, а летут есть некоторые особливости украинского законодавства. На сегодняшний день в Украине приняты два постановления кабинета министров. Это 130-е и 369-е о финансировании закупок сельхозтехники отечественного производства. Там достаточно жесткие требования локализации. Должна быть локализация украинская составляющая не менее 35%. Тогда предоставляется данная финансовая поддержка. В настоящее время мы ведем переговоры с Херсонским машиностроительным заводом для организации совместного производства. Сегодня у нас есть совместное производство в Николаеве, но пока такой уровень локализации еще не достигнут. Становочное вращение возникающих проблем тем больше махчимое, что в прошлые годы означается активизация партнерских относин помеж Гомельской области Украины. У саковиков этого года делегация региона обмерковала у Черниговой пытание трансграничного супрацовництва. У мая делегации украинских регионов принимали удел у Гомельском экономичном форуме. У лепени уже гомельчане приезжали у Киев для удела у первого белорусско-украинского бизнес-форума. Разом с тем, подчас встречу в Гомельском отделении Белорусской гандлево-промысловой палаты Баке констатует, что супрацовництво может быть больше активным и зараз для этого предпринимаются конкретные кроки. На сегодняшний момент ряд палат, среди них Херсон, Житомир, Черкассы, очень активно работают с нами и очень активно обмениваемся мы визитами с ними. Они участвуют в наших мероприятиях, мы участвуем в их мероприятиях. И вот это взаимодействие, мы надеемся, что позволит бизнесу найти общие контакты, есть заинтересованность. Зараз на Гомельчане працуют 111 предприемцев с украинским капиталом. При этом украинские инвестиции в экономику Гомельской области постоянно повеличиваются. От крыху больше 6 миллионов долларов в 2011 до 12 миллионов у селитов. Але и гэта верагодно не межа. Головное – уличуть экономичные реалии и выкористовывать их максимально эффективно. Размова у первой червы идет о региональном супрационнице. Мы сейчас больше всего внимания уделяем развитию именно межрегионального сотрудничества. Я хочу сказать, что благодаря политике децентрализации в Украине у нас области и регионы получили довольно большие средства для того, чтобы вкладывать их в развитие своих регионов, а также для развития и внешнеэкономических связей. И поэтому я думаю, что это перспективное направление нашего сотрудничества двухстороннего. А прича экономичность, подчас визита украинского посла, обмерковывались и гуманитарные пытания. По словах «Игроки зима» гэта была одной из мыта его наведывания региона. По-перше, Гомельщина мая огольную границу одразу с четырьмя областями Украины, а по-другому тут переживают шмат этничных украинцев. У приватности разговора шла об развитии туризма и организации трансляции украинского телебачения на нашей территории и, соответственно, белорусских программ на украинской. А прича того, прокручала пропанова в учение украинской мовы у школах Гомельской области и белорусских у програничных областях наших соседей. Починать можно уже в ближайший час факультативных занятков. Олег Синчаров, Игорь Маришенко, телерада компания «Гомель». Ролю Костричницкой революции обмерковывали на конференции у Гомели. Подзеи 1917 года оказали велезарный уплыв на ход сусветной истории. Шмат учим вызначили социальную картину 20-го стагодзя. Гэта гисторичный период и зараз з'является объектом усебакового выучения. Удельниками международного форума стали гисторики, политики, супрацовники навыково-доследших установ и заховальники Музеев Беларуси, России, Украины. Почас тематичных секций яны проанализовали уплыв революции на гисторию народов и экономичное и политичное развитие держав. Тем часам юные знавцы у Гомеля шукали отказы на финансовые питания. Завершился областный этап Республиканской олимпиады по финансовой письменности. Гэта из поборництва проводится уже у четвертый раз. У им приняли удел старшоклассники из разных районов в области. Усяго больше, как 70 учняв. Идейный натхняльник конкурса управления Нацбанка Республики Беларусь. Яго поднимало Министерство аддукации. Финансовая аддукация детей у перспективы повышает якость життя и финансовую беспеку будущих поколений. У школы зараз нема предметы, які забеспечив бы подрыхтовку по финансовых ведах, однако у некоторых установах проводять факультативы. На думку организаторов, олимпиада повинна послужить стимулом для уключения предмета в учебную программу. Пытания, які пропоновали удельникам, были связаны с инвестициями и кредитованием, безнаявными платежами и лишбовым банкингом, а так само страхованием и наявными грошима. Наприклад, як вызначать соправдность банкнот, на во что потребна банковская ячейка и какие пластиковые картки лепш оборонены от махлярства. Финалисты у 15-го Снежня чакают заключенный финальный этап у Минску. Минск каждый раз придумывают что-то новое. Прежде всего, у ребят будет возможность оценить свой уровень знаний по сравнению с другими победителями Олимпиады на региональных уровнях. Кроме этого, будут соответствующие призы вручены, дипломы. Ну и ребята будут иметь возможность встретиться с руководством Национального банка Министерства образования. Как показывает практика предыдущих трех Олимпиад, уровень образования детей по финансовой грамотности возрастает. По выниках Олимпиады третий месяц занял гомельский десятиклассник Кирилл Шегвинцев. Диплом другой ступени у гомельского лицеиста Максима Ганусевича переможцей стала Алена Папруга из Октябрьского района. Усё будет джаз. Выстава аутарских лялек гомельчанки Катярыны Минаковой открылась у областной библиотецы имя Ленина. И она присвечена стагодзю запису первой джазовой пластинки. Катярына Минакова – удельница шматликих международных конкурсов. Ее работы знаходятся у приватных коллекциях Беларуси, России, Эстонии и Испании. Технице створения лялек гомельчанка научилась самостойно. Процесс – это достаточно процаемки. На то, как скласти композицию, подобрать фарбы, пошить костюм потребуется не меньше месяца. Катярына признается – каждая лялека имеет свой характер и индивидуальность. При этом автор не спробует делать их идеальными, а над вороты мкнется продемонстрировать певные заганы и слабости уластивой человеку. От этого лялеки быцем оживают перед наведбольниками. Выстава, которая открылась у библиотецы, присвечена джазовой тематации. У экспозиции – 7 авторских лялек. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok